Ромбы и полоски, скандинавские узоры царят на мировых подиумах. Северную моду любят за простоту и комфорт, за возможность проявить свою индивидуальность. Но почему все больше поклонников завоевывает скандинавский стиль в интерьере? У нас нет от вас секретов. Суровый климат, воспитые поэтами фьорды, сложная геометрия береговой линии, горы и бесчисленные озера, густые леса. Природа скандинавских стран, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, стала главной музой для тех, кто создал элегантный стиль в интерьере, покоривший мир. Его философия – больше красивых вещей на каждый день. В 1930-м удобство, простоту и доступность скандинавского стиля оценили на международной выставке в Стокгольме. Спустя 20 лет после выставок в США и Канаде термин «скандинавский стиль» появился в специальной литературе. Дизайн интерьера по-скандинавски выбирают уверенные в себе, состоявшиеся в жизни люди. Начнем с формы, потому что дом – это некая базовая конструкция, которая живет и насыщаема своей жизнью, даже бывает автономно от своих владельцев, может передаваться из рук в руки. Поэтому основа, она достаточно значима. И все конструктивные элементы, которые подчеркиваются этой основой, они придают некий характер дому. Поэтому вот та знаменитая элегантность, она, в общем-то, в этом и проявляется. В четко прочерченной линии, достаточно, можно сказать, на грани звенящей аскезы, но при этом мы понимаем, что здесь есть состояние недоговоренности, а здесь, наоборот, красиво поставленная точка именно в форме. Светлана, а можно ли, на Ваш взгляд, связать то, какое жилище выбирает для себя человек, в каком стиле он оформляет свой дом, с чертами его характера? Человек нормический, но решительный, можно сказать. «Принц на белом коне», и я думаю, что это можно сказать и в интерьере. Здесь есть объединяющая идея и совокупность некая такая цельная, что неоднозначный тротуг невозможно, абсолютно нет двусмысленности. То есть этот интерьер понятен всякому. Принято думать, что скандинавы очень холодные люди, очень аскетичные, которые глубоко прячут свои чувства и эмоции. И в домах у них, наверное, так же думает кто-то. Но вот я здесь первый раз, в доме, который оформлен согласно скандинавским традициям, но я не чувствую себя как в гостях. Мне здесь очень тепло и уютно. В чем причинный секрет? А вы знаете, у нас главный лозунг все-таки дружелюбие, мир входящему. В общем, и как бы это дружелюбие отражается достаточно в спокойных тональностях и неагрессивной форме. То есть даже присутствуя сейчас мы с вами у очага, можно сказать, это алтарь во имя желудка, мы видим, что приходи, располагайся, и я тебе буду другом. Наверное, колористика домов, оформленных по скандинавскому стилю, позволяет ощущать некую теплоту. Мне кажется, очень теплая она, напоминающая даже пеночку от молока такого топленого. Вы знаете, здесь, конечно, и тона, и сама фактура, она, в общем-то, достаточно, как сказать, приятно радует глаз. То есть он так скользит, и с небольшими такими зацепочками. В чем это отражается? Сами материалы, которые используются в интерьере дома, они достаточно обладают приятной текстурой и фактурой. То есть сама по себе внешняя поверхность, матированность, глянце, все это вкупе дает некое тактильное разнообразие. И если вы будете обращать в дальнейшем экскурсии, вы будете находить подтверждение моим словам, обращая внимание, что многотональность достигается тем, что прессуются различные минералы, они разгоняются в достаточно интересные цветовые окраски, и получаются достаточно эффектные вещи. Экологичность материалов – это тоже один из важных принципов оформления дома по-скандинавски. Вот, например, исходя из примера этой кухни. Вообще, достаточно сама эстетика и культ экологии – это, в общем-то, один из главных лозунгов, который мы провозглашаем. Обилие хрома. Ну, обилие хрома, в общем-то, отсутствие на нем глянца позволяет отчаянно эксплуатировать и не уделять время натиранию полировки поверхности. А также, всё-таки, это достаточно такое, как присутствие мужской доминанта в хроме. То есть на фоне именно такой мягкости и пышности хром создаёт некую такую черту характера, можно сказать. И вот очень много горизонтальных поверхностей, которые тоже не отвлекают взгляд, которые очень спокойные, очень функциональные. Это одна из особенностей скандинавского стиля. Ну, говоря о Скандинавии, мы представляем с вами, конечно, достаточно брутальных мужчин, но при этом мы достаточно понимаем и представляем комфортное жильё. Оно достаточно низковысотное. Я обратила внимание на то, что, хотя помещение, казалось бы, не самое большое, тем не менее, производит впечатление очень объёмного пространства. Возможно, благодаря светлым плиткам на полу. Но любая хозяйка наверняка заметит, что светлый пол на кухне, ну, это уже роскошь, это уже излишество. Ну, вы знаете, наверное, белый не надевать, это не тот случай, потому что в нашем светлом полу всё-таки использована некая фактура. Она нас привлекла своей поэтичностью и такими мотивами, имитирующих мокрый песок. Вообще для домов в Скандинавии характерно применение достаточно светлой, элегантной колористики. Очень просторно. Кажется, что мебели нет совсем. Это действительно так скандинавы устраивают люди свои кухонные помещения? Вы знаете, комментирую разговор о экономичности пространства. Использованы достаточно простые по форме и лаконичные конструкции мебели. Мы достаточно видим здесь ряд встроенных шкафов. Как бы здесь стена сливается с самой техникой, и с конструкцией холодильника, с системой хранения. Абсолютно ровная, чисто употребимая, достаточно функциональная вещь. Никакого декора абсолютно лаконичного в цветовых своих отделках и в материале. Это же производит впечатление некой брутальности, в рачитой грубости, которая смягчается цветом. Да, достаточно такая вопиющая простота, я бы сказала. А что касается столовой группы, она достаточно более контрастна по отношению к самой мебели. Но здесь сделана ставка на достаточно интересную форму стола, вкупе с формой светильника, и использование натуральных материалов в отделке столовой группы. Обратите внимание на столовую группу. Собственно, это достаточно еще является ядром композиции в кухне. И здесь использованы достаточно простые методы, позволяющие увидеть, услышать форму и содержание. Достаточно сама по себе простая лаконичная поверхность, столешницы, скругленные углы. Как бы форма техники безопасности абсолютно соблюдена. Да, да. Дети уж точно не отцарапаются, не разорвают себе окна. Это тоже касается и использования отделки натуральной кожи в стульях, потому что это абсолютно удобно с точки зрения уборки, но и с точки зрения эстетики вы, в общем-то, судите сами. Ну, вот можно сказать, что я поймала такую большую прыгу, Я тоже. Ну, собственно, знаете, любой интерьер без маленького чувства юмора, я считаю, это мертвый интерьер. Мы, конечно, хотели бы увидеть здесь и норвежского лосося, но милые такие вещицы, они оживляют, и они в любом случае никогда не скупитесь, и вкладываете в душу в такие элементы. Как бы ваши дети, для них складывается ощущение детства именно из таких милых мелочей. Ну, да, и можно ограничиться при приходе нежеланных гостей, например, именно вот таким вот угощением. Абсолютно с вами. Гриво-германистическая нотка. Ну, хотел бы еще заметить, что у нас над столом есть светильник, который является базовой вещью, композицией. Он имитирует форму лодки, достаточно четко выражены ребра. Здесь никакой двусмысленности и двузначности. Светлана, меня очень интересует вот эта стена. Мне хочется знать, это обои, это текстиль? Как оформлено это все? Так что хочется подойти и потрогать. Разрешите? Конечно. Вы знаете, это текстильные обои. Здесь как бы фишка этих обоев в том, что ярко выраженное текстильное переплетение. Вы можете сами потрогать, что порождает достаточно приятные тактильные ощущения. В общем-то, тема тактильности – это достаточно базовая вещь, на которой основывается этот интерьер. Вкупе с фактурой стены, то есть и вкупе с фактурой обоев. То есть вы можете музыкальное настроение поймать. Светлана, я слышала, что когда помещение оформляют согласно скандинавским стилевым традициям, то обязательно предполагается много источников света. Чем это вызвано? Вот объясните нам, пожалуйста. Ну, вы знаете, наверное, географическим расположением страны это вызвано, потому что там изначально дефицит солнечного света и любая возможность, чтобы появился лучик света в интерьере, в общем-то, она используется на все 100%. Поэтому помимо того, что у нас есть солнце, которое за окном плохо светит, к сожалению, то у нас еще есть такие источники света, как общий источник света, чаще всего это монтируемые точки в потолок или скрытая система освещения, декоративное освещение, которое мы видели с вами в виде лодки, и бывают декоративные подсветки. То есть, собственно, что мы с вами наблюдаем в этой конструкции. То есть вот эта вот многоярусность светового оформления, когда несколько уровней ламп, здесь как раз очень хорошо заметно, да? Есть и последовательность присутствия их. То есть вы можете здесь создавать некие режимы, как бы форму мажорного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ...выступает праздник. Голя, это перебор, мне кажется, пить много не стоит девушке. Да, Инна, а насколько действительно плачевая ситуация с алкоголем? Интересно, активно выраженные конструкции ребра. Я считаю, что для самого интерьера характерна достаточно ярко выраженная архитектоничность, формообразование, но при этом не присыщая, не нагромождая деталями. Если исходить из темы народности, откуда это пошло, в данном случае для скандинавов это выраженный остров тех же разделанных китов, которые оголялись, кости их сохли. Одни из них производили каркасы кораблей, и дальше поэзия, сплошная поэзия. Если говорить о поэзии, то вот это вот скамья, не знаю, если я правильно называю, скамья или лавковая... Бревно. Не менее поэтично, да. Это стилизация бревна. Очевидно, на таком сидели скандинавы в своих сельских местностях, в деревнях. Ну, я думаю, что в общем-то габарит бревна соответствует заявленной идее. Явно сидели, и мы с вами, может, также посидеть. Вообще-то очень удобно. Я представляю себе некие посиделки, когда вот, например, такие вот... Скандинавская маленькая, да, ожидающие своего викинга из дальнего плавания. Но на самом деле обработки фактуры, текстуры, сами по себе народность, которые нам, в данном случае, близка, уделяли очень большое значение. Они сохраняли ярко выраженную текстурность дерева, максимально стремились сохранить поверхность натурализированной. То есть никакой искусственности. Современный интерьер по-скандинавски – светлый и уютный, без показной роскоши. В нем не найдется места для зеркал в позолоте или старинных гарнитур с завитушками. Популярна легкая, изящная и практичная мебель, чаще всего из древесины сосны, березы, бока или многослойной фанеры. Она позволяет делать края мебели закругленными, что придает мягкости сдержанной архитектонике интерьера по-скандинавски. Линии мебели, как правило, просты, но элегантны. Светлана, вот бревно-бревно, действительно, очень уютное, очень теплое, на ощупь приятное, хоть и с прямыми углами бревнышек у нас, оно, наверное, имеет какую-то начинку, какую-то функциональность оно несет? Ваши подозрения оправданы. На самом деле, шкатулочка секрет. Здесь есть скрытая система хранения, сюда можно прятать, собственно, обувь, все ингредиенты для чистки обуви и масса-масса разнообразных вещей. Очень вместительные. Действительно, можно положить какие-то хозяйственные предметы, которые должны быть скрыт. Ну, тут каждые хозяйки на импровизации. Я предлагаю пройти в другие комнаты этого дома, посмотреть, как оформлены они, согласно устою скандинавских стран. Давайте пройдем. Светлана, говорят, что скандинавский стиль – это прежде всего стремление к здравому смыслу. Вот как можно было бы на примере нашего дома рассказать, растолковать смысл этой фразы? Вы знаете, я считаю, что здесь важный фактор в этой национальности, есть отсутствие ложной стабильности, поэтому обнажение каркасных конструкций – это достаточно приветствуемая деталь. И то, что мы видим, называется «из дефекта делаем эффекты». Смотрится очень интересно, просто эксклюзивная вещь. И я ловлю себя на мысли, что это очень экономит, наверное, и расходные материалы, и силы, и время, средства. Ну, здесь факторы бюджета, в общем-то, достаточно приветствуемые вообще для любого дома вещи. Поэтому скорость, многодельность – это всё как бы оптимизация. Разумная экономия средств, она вообще, говорят, свойственна скандинавским народам. Они умеют считать копейку, не пускают колеглоза. Вот здесь, наверное, аскетизм характера. Вместе с тем получается всё довольно мило, довольно стильно. Вот даже если посмотреть на стены, из чего они сделаны, что это за материал, который позволил, наверное, с небольшими затратами сделать вот такой чудесный рисунок? Вы знаете, в общем-то, малые народы, они любят подавлять мысли, да. И при том, что мы в отделке стен не использовали много колористичности и насыщения декоративными деталями, но сама объёмность покрытия, его разнородность, достаточно такая шероховатость, она создаёт такую общую харизму помещения, покрытия. И тут приёмы достаточно приветствуемые для реализации этой идеи. Светлана, известно, что в скандинавских странах, я здесь намеренно не делю, в Швеции, Норвегии или Финляндии, придаёт огромное значение тому, как человек отдыхает. Ну, это, в частности, ночному сну, например. И поэтому у них спальням придаётся такое важное значение тоже. И существует очень много очень тонких нюансов в оформлении спален. Вы могли бы нам рассказать, что это такое спальня по-скандинавски? Ну, я попробую. Смысл такой, что потребность в комфорте и достаточно таком миролюбивой атмосфере, она принуждает человека окружать себя утончёнными вещами и такой мягкой колористикой. Собственно, что мы можем наблюдать с вами вокруг, это присутствие достаточно какой-то одной базовой тональности, но с нюансами. То есть мы видим пропринтованные поверхности, несколько такие брошированные поверхности обоев, что задаёт такую фактуру, опять-таки, подранного такого, как бы ветром обдутого камня, дерева. И при этом мы видим блеск в оформлении окон в интерьере. Но сама по себе лаконичность прикроватного пространства мы можем обратить внимание как на отсутствие дополнительного мебелирования. Что вы имеете в виду? Ну, собственно, если мы увидим, смотрим на эту композицию, мы видим с вами кровать и больше ничего. Суть соблюдена, но у нас есть правильно придуманная и продуманная прикроватная полка, она за собой несёт функцию прикроватных тумбочек. Если мы посмотрим на саму форму кровати, она достаточно проста и элегантна, но здесь вступают в игру такие ключевые факторы. Это как присутствие орнаментального изголовья. Собственно, мы видим с вами некое панно, достаточно красиво подсвеченное. Это обои или это камень? Знаете, это керамическая плитка с принтом. Технология сложная, здесь такой голографический эффект. И когда падает источник свет, то получается очень такое камерное ощущение, такой вот таинственный лес. При этом, как бы, оформление текстильное, что это дань снова каким-то этническим таким традициям, то есть присутствие такого кружевого, доморощенного, такого домовязанного. Поэтому мы видим, что само по себе это покрытие, хлопок и это принт. Что собой представляет окно в Европу? То есть окно на явно скандинавский манер. Для оформления окна мы используем достаточно простые принципы. Для первого уровня штор мы используем лёгкую струящуюся ткань, которая так плавно и элегантно опадает. А второй ярыс штор мы используем достаточно плотную ткань, которая нас ограждает от внешних источников и соседей. Дайте посмотрю, насколько плотная ткань. Достаточно внушительная. Внушительная, да. И констатирую абсолютно, ото всех любопытных взглядов может укрыть, оставив вас лишь наедине друг с другом. О взрослых в доме, который оформлен по-скандинавски, мы поговорили. А что предполагает скандинавский стиль для самых маленьких, например? Ну, я цветочку в жизни. Ну, собственно, детей надо радовать. И дети, они, в общем-то, любят яркие, мажорные ощущения от этой жизни. И поэтому все цвета достаточно приятные, абсолютно приветствуются, эксплуатируются. И мы с вами в прямой наблюдаем, когда для стен использован базовый, плотный зелёный цвет. Он задекорирован таким чудным деревом определённой стилистики. Всё достаточно не перегружено. Он создаёт именно то приятное ощущение, что ребёнок здесь любимый, долгожданный. И это его берлужка. Но я бы хотела обратить внимание, что несмотря на плотность цвета, как вы сказали, он не воспринимается тяжёлым. Он не давит. Наоборот, возникает ощущение свежести, вот как мне кажется, и в других помещениях дома, который оформлен в скандинавском стиле. Ну, вы знаете, здесь сам по себе цвет отрабатывается тем, что соблюдена на правильность системы хранения. И сам интерьер достаточно лаконичный и не перегружен декоративными деталями. Если обратить внимание на форму детской мебели, то она тоже такая какая-то вот чисто скандинавская, наверное, да? Ну, вы знаете, я думаю, эта нация умеет прислушиваться к себе и к своим детям. Да, собственно, они погружают взрослых, погружают детей в свой мир, используют свои формы, но только размеры берут для детей. Соответственно, маленький викинг вырастает уже с пелёнок. Но маленькому викингу, тем не менее, опять напомнили о том, что он часть природы. Посмотрите, какое дерево красивое. Это, наверное, аппликация, да? Ну, здесь использованы различные методы тампонажа и аппликации. Поэтому тема народного творчества, она, если вы с руками, то вы можете воспроизводить это в любом уголке, где вам захочется. Я вспоминаю, вот как первый раз увидела постельные принадлежности, убранство кроватей в Скандинавии, и там меня поразило обилие фольклорных цветочных мотивов. И вот в доме, который вы оформляли, тоже цветочные коврики такие своеобразные, но в детской ванной. Знаете, не хотелось доминирующе орнаментировать поверхности, но по случаю, и чтобы это были приятные акценты, эти приемы, конечно, приветствуются. Стиль дома, его интерьера отражает образ жизни и характер его владельца. Оставайтесь с собой, но будьте стильными. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...